А сейчас поговорим о том, как события в Крыму, в том числе, могут влиять на политическую ситуацию в России. Но и не только об этом. Поговорим с политическим обозревателем Ольгой Курносовой, политический аналитик. Здравствуйте, Ольга. Приветствуем вас. Давайте начнем с событий, о которых мы только что говорили. Насколько серьезно российская власть и потом после нее российская пропаганда реагирует на то, что может происходить в оккупированном Крыму? Эти все взрывы явно очень нервируют и очень сильно бьют по имиджу власти, которая обещала жителям Крыма безоблачное небо. Безусловно, они реагируют на это очень болезненно, поэтому там ничего не произошло. Вы говорите взрыв, а если прочитать российские телеграм-каналы или посмотреть какие-нибудь новости, вам скажут, что ничего не произошло. Была какая-то беспрецедентная атака беспилотников, всех сбили, все хорошо, но, внимание, почему-то все камеры наружного видеонаблюдения теперь отключены и обычный человек не может смотреть потоковое видео. Это все запретили. И запретили выкладывать любые видосы, которые снимают сами жители. Ну, наверное, ровно потому запретили, что ничего особенного не произошло и все как бы хорошо, но поэтому все запретили. Ну, вполне логично, вполне в духе того, той логики, которую очень любит Владимир Путин. Ольга Владимировна, скажите, пожалуйста, а насколько до сих пор российские власти цепляются за эту идею «Крымнаш»? Насколько сильны сегодня позиции «Крымнашистов»? Вот про «Крымнаш» уже как-то все подзабыли на самом деле, потому что все настолько неоднозначно, не все так однозначно, все стало не так однозначно по всем вопросам, связанным с Украиной, что даже, как мы видели, Владимир Путин старался в своей, как нам об этом говорил, судьбоносной речи на Валдае, старался минимально касаться украинских вопросов. Поэтому, конечно, и вот эта риторика «Крымнашистская», она уже давно лежит на какой-то задней полке и там пылится. Собственно, как и все остальные риторики, но мы же знаем, теперь самое главное – десатанизация Украины. Правда, уже Патрушев за некоторые высказывания своего помощника извинялся. А вот если говорить о риторике разных персонажей, то, в частности, Рамзан Кадыров в очередной раз прошелся по генерал-полковнику Александру Лапину, обвинил его на этот раз в прорыве сил ВСУ на одном из участков фронта. Как вы объясните вот эту смелость и публичность, с которой одной военной критикуют другого военного? Вообще-то по иерархии не положено такого. Но все-таки обратим внимание, что звание Кадырова – это не звание в российской армии, а он генерал-полковник Росгвардии. Поэтому формально это некая параллельная вещь. Понятное дело, что это все равно не должно происходить, потому что Министерство обороны – это федеральная структура, министр назначает лично президента, и глава одного из регионов, из субъектов Федерации России не может критиковать министра, и уж тем более его подчиненных, которые назначает лично президент. Поэтому эта история очень странная, но она говорит о том, что надо искать каких-то козлов отпущения. Ведь прошло уже, по-моему, сегодня 248-й день, если мне не изменяет память того, что российские власти называют специальной военной операцией, но мы понимаем, что это полномасштабная война. И, тем не менее, ничего не достигнуто. Поэтому, конечно, нужно искать, кто в этом виноват. Ну вот, давайте армейских начальников обвинем. То есть Кадырев как бы выполняет поручения и работает для отвлечения внимания от верхушки власти? Так получается? Безусловно, безусловно. Потому что Владимир Путин, он же, знаете, есть бессмертный, а он безошибочный. Он никогда в своей жизни ни одной ошибки не совершил. Ему не в чем раскаиваться, ему не за что просить прощения. И он вообще ни о чем не сожалеет. Поэтому он не может совершать ошибки, но нужно найти того, кто их совершает. Ольга Владимировна, а правильно ли воспринимать, например, того же Кадырова, как лакмусовую бумажку неудач российских оккупационных войск в Украине? Ну то есть, чем громче его заявление, чем больше критики извергает этот человек из своей ротовой полости, тем больше неудач терпят сегодня, терпят оккупанты в Украине. Безусловно. При этом еще обратите внимание, что на Лапина он наехал в первую очередь потому, что действительно серьезные потери понесли именно кадыровцы. Мы все знаем почему. Собственно, их любовь к ТикТоку и съемке видосиков их, собственно, и погубила. Но вместо того, чтобы объяснять, что не надо запиливать видосики и их выкладывать в интернет, он решил наехать на Лапина. Ну, потому что, как мы знаем, и обменивают кадыровцев в первую очередь, в отличие от всех остальных российских военнослужащих. И минимизировать потери он пытается. И, собственно, именно поэтому в Чечне, как мы помним, не проводилась мобилизация. Поэтому и самому кадырову надо как-то отвертеться и объяснить, почему такие потери понесли его, собственно, соплеменники. Вот, все понятно, обо всем виноват Лапин. Ольга, давайте следующую тему обсудим. Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 года. Война в этом контексте якобы должна закончиться. Но конкурентов у Путина не будет даже для вида. Это инсайдерские данные журналистов «Медузы». Что вы можете рассказать о подготовке к выборам? Действительно ли Путин в них снова будет участвовать, если доживет? Или, возможно, какая-то альтернатива? Ну, во-первых, вы правильно сказали, если доживет, это А. Б. Если элита за это время не отправит его куда-нибудь в отпуск, да, как мы помним, ну, в такой, или на пенсию. Как мы помним, собственно, Хрущев вполне себе был бодр и весел в тот момент, когда за его спиной решили его отправить на пенсию. И в 1964 году, в скорости, кстати говоря, после Карибского кризиса на пенсию его и отправили. Так что до 2024 года еще далеко, и я бы вот эту конструкцию дворцового переворота совсем бы не скидывала со счетов. Поэтому тут, возможно, и самочувствие, и, возможно, какие-то внутренние борьбы. Ну да, может быть. Мы сегодня в течение эфира довольно часто цитируем главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова. Так вот, по его словам, Путин может не дожить до украинской победы, ну, то есть до конца этой войны. И что якобы в России уже активно занимается поисками замены Путину. Что вам об этом известно? Действительно ли ищут альтернативу какую-то? Ну, дело в том, что про альтернативу пока говорить рано, потому что если мы увидим смену кабинета министра, в первую очередь премьер-министра, то тогда это точно будет говорить о том, что какую-то альтернативу ищут. Потому что сегодня, если вдруг что-то с Путиным произойдет, или он просто уйдет в отставку внезапно, я устал, я ухожу, как мы помним, то исполняющим обязанности будет премьер-министр Мишустин. И, собственно, пока я бы сказала, что кандидат номер один – это именно он. А для того, чтобы появились другие кандидаты, нужно, чтобы они возглавили кабинет министра. А по вашим данным, какое количество россиян на сегодняшний день действительно требует перемены, которых Цой пел? Ну, то есть не хотят повторения того же сценария, который произошел после прихода Путина к власти. А хотят действительно изменений, качественных изменений внутри Российской Федерации. То есть, чтобы власти занимались решением насущных проблем государства, а не создавали новые проблемы соседям. Ну, пока мы видим резкий рост антивоенных настроений. Да, собственно, социология. Мы понимаем, что к социологии как к абсолютным величинам в тоталитарной стране относиться нельзя. Но как некие тенденции, безусловно, мы можем на это смотреть. Поэтому мы видим, что во всем массиве опрошенных антивоенные настроения преобладают над настроениями войны до победного конца. Наибольшее количество людей, которые выступают против войны, это молодежь. И понятное дело, что современная Россия не предполагает вообще никакого места для молодых людей, кроме как умереть за лидера нации. Прости, Господи. Потому что мы видим эту мобилизацию, который якобы об окончании, который отчитался Шойгу, но никакого указа об окончании мобилизации не было. И то, что он говорит, что призвали 300 тысяч, а есть данные, что призвали минимум полмиллиона. Поэтому власти нам врут, а молодежь, собственно, которую и направляют в качестве пушечного мяса на украинские фронты, это прекрасно понимает. И поэтому, если говорить о том, кто хочет больше всего перемен, то это, конечно, молодые люди. Мы, кстати, показывали сюжет час назад буквально в эфире о том, что студентов отправляют уже в виде трудовой повинности на предприятия в качестве рабочей силы, бесплатной даже, возможно, вместо тех, кого мобилизовали на войну в Украину. Это тоже такая новая тенденция интересная в России. Да-да-да, это, знаете, назад, back in USSR, назад в СССР. Потому что, ну, например, я еще помню времена, когда студентов отправляли убирать картошку на месяц на втором курсе перед началом учебы. Так что я думаю, что скоро уже эта картошка и морковка снова вернется в студенческие будни. Да, как неотъемлемая часть процесса обучения. Ольга Владимировна, скажите, пожалуйста, а какие еще тенденции наметились сейчас в Российской Федерации? Какие перспективы открываются? Может быть, новые ограничения свободы? Ну, во-первых, в школы возвращается не только студентам ждет картошка, но и школьников ждут уроки начальной военной подготовки. Собственно, то, что было, опять-таки, в Советском Союзе, то, что ушло из школьной программы в 93-м, по-моему, в 94-м году, это уроки начальной военной подготовки, где учили разбирать, собирать автомат Калашникова на время, метать гранату РДГ-5, бинтовать раны, полученные на поле боя. Вот эта вот вся дребедень, она снова возвращается к школьникам 10-11 классов. Так что вот это, то, что нам казалось в свое время, уже никогда не вернется. Вот этот страх, вот обучение, где надо находиться, когда падает ядерный фугас. Казалось, что это ушло куда-то вот в эти песенки про голубой вагон, да, вот в этот такой легкий стек. Но сейчас это возвращается. Надеюсь, что оно не успеет вернуться, и все-таки ситуация начнет меняться более кардинально, и, собственно, россияне распрощаются с сегодняшней властью быстрее, чем она уже окончательно всех добьет. А есть какие-то факторы, которые указывают на то, что подобные тенденции наметились на смену власти, на желание сменить власть? Ну, желание-то есть, но пока превалирует страх. Но мы видели во многих странах мира и в российской истории тоже, на самом деле, такие вещи происходят, их очень трудно предсказать точно. Да, то есть вчера еще все всего боялись, а завтра уже раз, и все вышли на улицы, и уже диктатор бежит, сломя голову куда-нибудь на далекий остров Тихом океане, для того, чтобы сохранить свою жизнь. Поэтому, да, конечно, пока побеждает страх, но я думаю, что недалеко то время, когда уже победит не страх, а желание выжить. Потому что для того, чтобы выжить, нужно распрощаться с этой властью. Ольга, я еще хочу уточнить по поводу вероятных выборов президента в 2024 году. Правильно ли я понял, что неплохо было бы наблюдать за событиями в Кабмине, и вот в случае смены Мишустина на кого-то, этот кто-то впоследствии будет претендовать на роль преемника Путина? Ну, может быть, даже не преемника, а может быть, собственно, после того, как он станет премьер-министром, Путин внезапно решит отдохнуть и провести остаток своих дней на каком-нибудь замечательном острове, и этот человек станет временно исполняющим обязанности, а потом будет баллотироваться. А уж кого изберет народ, это уж мы посмотрим. Да, интересно, интересно, как будут дальше развиваться события. В любом случае, вы сейчас в России, вы, насколько я понимаю, довольно оптимистично настроены относительно дальнейшего развития событий, что в любом случае заряжает, заряжает на продолжение борьбы, чем сегодня украинская нация и занимается. Спасибо большое, Ольга Курносова, политический аналитик, главный редактор портала «Автоэмпайр» была с нами на прямой связи.